Состава была сильнее однозначно, Кайрат был сильнее, а дальше Вагнер Лав. С всего тура то, что я посмотрел, это наиболее привлекательная игра у Каспия, как ни странно, но это мастер, это мастер, большой мастер. Видно по уверенности, возможно самоуверенности. Подумал про себя, как хорошо, что этот матч проходит без зрителей. Я за эту команду просто не узнал, совсем не попали в игру ни Фансека, ни Монзаро. По полу диагонали с одного фланга на другой, но должен быть взрыв. Ничего у Кайрата не получилось. Когда приедете работать в чемпионат Казахстана снова? Друзья, привет! Вы на канале Спортс Тру. Сегодня вновь говорим о футболе. Чемпионат Казахстана перевалил через экватор. И в качестве эксперта, чтобы поговорить о матчах 11-го тура, я пригласил одного из самых титулованных и заслуженных тренеров, работавших в Казахстане, Владимир Васильевич Муханов. Владимир Васильевич Муханов любезно согласился поговорить критически, поговорить о том, что сейчас из себя представляет наше национальное первенство. Подпишитесь на канал Спортс Тру, поставьте лайк, оставьте хотя бы небольшой комментарий и поехали! Владимир Васильевич Муханов, как скажет в конце этого интервью, не очень любит делать прогнозы. Если же вам прогнозы интересны, то вам стоит посетить сайт bookmakerreview.kz. Это партнер канала Спортс Тру и спонсор данного конкретного выпуска. Bookmakerreview.kz аккумулирует на своих страницах информацию о букмекерах по всему миру, в том числе и в Казахстане. Вы можете ознакомиться с отзывами реальных игроков из других стран, из нашей страны, даже если вы не собираетесь делать ставки. Вам все равно будет любопытно познакомиться с информацией и составить мнение о том или ином грядущем спортивном событии. Bookmakerreview.kz. Пишите отзывы в правильном месте. Ссылка будет в описании. Владимир Васильевич, я вас приветствую. Спасибо большое за то, что нашли время для канала Спортс Тру, побеседовать о чемпионате Казахстана. Как ваше здоровье, во-первых? Да ничего, восстановился практически. Ничего не беспокоит. Как нормальный человек. Все боли, которые кошмары мучили меня последние годы, вышли. Поэтому как новый доллар. Когда приедете работать в чемпионат Казахстана снова? Я не знаю, что касается этого года, пандемии и все остальные прибамбасы. Поэтому, если рассматривать, что-то, видимо, наверное, на будущий год. Тем более, сейчас опять непонятная ситуация. Со второй волной будет, не будет, кругом напряжение. Хотя я в курсе событий, слежу за футболом. Я, может быть, в меньшей степени смотрел. Благодаря вам посмотрел 11-й тур чемпионата Казахстана. Это первое, что я видел в этом году. Вылет казахстанских клубов из Еврокубков в конве? Как бы вообще нашего положения в мировом европейском футболе? Или это что-то из ряда вон выходящее? Да нет, я думаю, что в конве. Потому что здесь не только казахстанский, здесь и российский футбол очень слабо в позициях на мировой арене, в кубках. Что-то надо делать. Очевидно, что и в тактическом плане скорости игры, самой интенсивности и скорости ее мы очень сильно уступаем. Очень сильно уступаем клубам европейским. Вот недавно совсем Израиль играл. И они гораздо быстрее, чем Ростов. Это меня просто удивило. Израиль на много мыслей, причем я не говорю просто бегать быстрее. Играть быстрее – это все, весь компонент. Это и скорость принятия решения, и скорость движения мяча, и сама, собственно, скорость игроков. То есть умение применить себя на высокой скорости, технически надо быть хорошо оснащенным. То есть во многих компонентах мы отстаем. Да, как вы сказали, я попросил вас посмотреть матч 11-го тура, чтобы вашими глазами, в каком состоянии клубы КПЛ находятся на экваторе нынешнего сезона, такого странного, с пандемией, с карантином и с одной локацией. Ну, начнем со вчерашних матчей. Меня в первую очередь очень интересует ваше мнение игра команды «Каспий». Это команда, которая только вышла из низшего дивизиона, высший чемпионат. И при этом эта команда в 9 из 10 матчей выиграла по проценту владения мячом. Играет строго два центральных защитника. Никакого третьего центрального защитника на протяжении всего сезона у них нет. Играет в контроль. Но при этом есть специалисты, которые их критикуют по разным факторам. Ну и последнее место в турнирной таблице все-таки говорит о том, что не все в порядке. Как вы смотрите на эту ситуацию? Команда желает играть в футбол, владение, контроль. И при этом как-то большое количество игроков в атаке. Но результаты при этом ужасные. Вот что об этом можно сказать? Ну я могу сказать то, что полностью с вами согласен. Из всего тура то, что я посмотрел, это наиболее привлекательная игра у Каспии. Как ни странно, я сейчас не беру Астану. Она как бы тоже пытается играть во владение. Но очень грамотно, геометрически играет. И совершенно правильно. То есть использование игроков средней линии, которые умеют освобождать фланги для защитников. Очень здорово играли Нургалиев и Сахалбаев между линиями, получали мячи. То есть все геометрически абсолютно правильно. Другой вопрос, что когда уже непосредственно в горячих точках у ворот, чуть не хватает, первое, больше проникающих передач. Второе, хотя гол создал Нургалиев с помощью индивидуальной игры, но хотелось бы, чтобы этот процент был увеличен. И мне показалось, что вообще группа атаки немножко легковесная. То есть где-то надо уметь и продавить. А вот с точки зрения постановки игры, она наиболее привлекательная. Я полностью согласен. Что здесь можно добавить? Я бы, если команда выбрала эту философию, конечно, Шараса со стороны в сторону не следует. Тем более у них это получается. Вопрос в исполнителях. И вот о чем я говорю. Добавить больше проникающих передач индивидуальной игры. Не боясь брать на себя, особенно в завершающей стадии атак. То есть условно им нужен в ближайшее трансферное окно Мурат Лешев? Ну, не обязательно Мурат Лешев. Я бы сказал так. Значит, человек, который сможет, то есть в сочетании легковесных игроков с таким пробивным, чтобы он там брал на себя одного-двух защитников, освобождая тем временем зону для других. К Шахтеру перейдем. Команда в шести матчах и пропускает, и забивает. Я вот на такой нюанс обратил внимание. Что вы увидели в игре Шахтера, кроме того, что они вырвали победу на последних минутах? Да, к сожалению, я считаю, что это не совсем справедливо было, потому что Каспий, конечно, по игре поинтереснее. Шахтер, я ожидал большего в каком плане? Слишком много сидит в обороне. Возможно, повлиял быстрый мяч, который они забили Каспий и ушли назад, и стали ждать ошибок, перестав, в общем-то, встречать выше, не только верхнем прессинге, но и в среднем блоке прессинговать, для того, чтобы повысить свое количество атак. Увидел то, что слишком, ну, достаточно просто, примитивно играет, то есть длинно, в надежде на ошибку защитников, не ставя определенных загадок для соперника. Упрощенно, будем так говорить, очень консервативно играет. Возможно, это время роста, когда отточит одно, значит, от печки, а потом могут перейти к другому. Сразу, в общем-то, и то, и другое. Но я работал наоборот совсем, то есть атаку, оборону подтягивал. Но у каждого свой стиль, судить за это не следует. Конечно, надо разнообразить игру. Вторая игра вчерашнего, последнего дня. Кайсар играл с Козылжаром. Говоря о Козылординском клубе, тут стоит обратить внимание ваше на то, что в первых четырех или пяти матчах несколько подряд было победу Кайсара со счетом 1-0. Уже были критические замечания по поводу того, что команда играет достаточно скучно. На ваш взгляд, Стоячи Младенов что-то выстраивает хитрое на будущее? Или вот этот в такой футбол не очень зрелищный? Это и есть то, к чему он стремится? По одной гре судить сложно. Этот матч меня откровенно разочаровал. Я как бы так подумал про себя, как хорошо, что этот матч проходит без зрителей. То есть это вообще смотреть было не на что. И я не думаю, что это то, к чему стремится Младенов. Его команда, вот в будущем я полтора года назад работал, была гораздо интереснее, разнообразнее. И она могла, как в современном футболе, и прессингануть, и отойти в средний блок, и сесть в оборону, и сыграть в контратаку. И, значит, и с позиционной атакой было не все так плохо. Не блестяще, но не все так плохо. Я за эту команду просто не узнал. Они все время грешат торопливыми решениями. В длину еще ничего не созрело. Какой-то обостряющий пас. Абсолютно не узнал команду. Возможно, я вот попал на такой матч. Даже сказать нечего. Даже сказать. Огромное количество брака. Футбола было мало, мысли было мало. Я думаю, что это не то, к чему стремится Младенов. С Казылжаром все понятно вам? Команда стоит на вылет? Первый претендент? Ну, я бы не сказал так. То, что касается даже с игрой. Кайсар как бы вот сохранил костяк. Да, изменения есть в атакующей линии. Но они-то им ни в чем не проиграли. Я бы так сказал, что может даже где-то и ближе были к победе. Там СССР продавил. Забей гол. Вот. И еще один пример вам назовут. Сакжитпес с Кайратом. Не сказал бы, что вот они однозначно стоят на вылет. Какой-то потенциал есть у них. Вопрос в том, что мне кажется, вот это место, место, оно всегда прибивает многих. И они не показывают, кто оказывается в яме, в этой, внизу. Оно психологически настолько дает, что люди перестают показывать то, что они хорошо умеют. И надеюсь, что они не поднимут руки, еще поборются. Переходим к матчам лидеров и претендентов на пьедестал, так скажем. Тур начался с матча Тараза и Табола. Я думал, честно говоря, что Костанайский клуб, несмотря на повреждение и отсутствие в составе Сергея Малова, все-таки не испытает никаких проблем в матче против Тараза. Однако я увидел, что все-таки есть достаточно большое количество брака в завершающей стадии атак. У Костанайца в передаче за лицевую, за боковую линию. Ну, то есть много ошибались. И ударов в створ не так уж много все-таки получилось у команд. Это следствие интенсивного календаря? Или в чем может быть дело? Да, я должен сказать, что учитывать это необходимо. У нас все-таки команда не привыкли в таком плотном графике играть. У нас раньше играли те, кто в Еврокубках в таком. Я вот постоянно участвовал через 2 на 3, через 3 на 4, когда. Потому что мы все время постоянно в этих Еврокубках участвовали. Многие команды к этому не готовы, очень сложно. Да и подготовка-то, честно говоря, скомканная была. Поэтому этот аспект нельзя отбрасывать. И то, что касается Табола, то он от своей философии контрольного мяча не ушел. Но настолько это все невзрачно. Вроде бы от печки все неплохо. Конкао там с центральными защитниками разводит и выходит из этой зоны обороны. Но дальше нет абсолютной работы между линиями, то есть где полуфланги должны работать, принимать мячи, разворачивать их, искать острое продолжение. То есть этого ничего не было. Отчасти от того, что совсем не попали в игру ни Фонсека, ни Манзаро. Их вообще не было видно. Не зря их поменяли. Второй момент, значит, то, что изменение атаки очень символичное. То есть они считают, что на одном фланге они где-то собрали соперника, перевели на другое и можно атаковать. Это обманчивое мнение. Соперник на один раз успевает развернуться и снова все перекрыть. Это многократные изменения направления атак. Это полудиагонали с одного фланга на другой, на врывающийся, допустим, это или полузащитник, или освобожденная зона защитник. То есть вот этого всего практически у Кустаная нет. Они этот мяч держат, но он ничего абсолютно не дает. Он все предсказуемо. И само движение мяча небыстрое, без взрыва. То есть я понимаю, где-то затянули, пас-пас-пас, но должен быть взрыв. Обязательно надо ускорять в какие-то эпизоды матчей движение мяча само. Ну и еще раз повторю, подстройка между линиями Фан Секи и Монзару вообще не было. И если ты играешь против пяти защитников тактически, я думаю, что Тарас играл в пять, то Сибай один выдвинутый, получается там никаких проблем. А вот эта тройка, которые атакующие, тот же Фан Секи и Монзару, должны были давление оказывать, связывать этих пять человек втроем. Для того, чтобы на других участках поля были лишние игроки. Пока вот Абола-то ничего не просматривается, и я должен сказать одно, что позиционная атака – это самое сложное, что есть в работе тренера. Самое сложное. Это самое сложное. Может быть, даже у многих это не получается. Видеть можно, но вот умение доказать, внушить, поводить за руку, заразить этой мыслью группу людей, как правильно действовать. Тут уже очень много насинхронных действий. Групп игроков в целом, ни одного, двоих, ни трех. Здесь треугольники, ромбы. Это настолько все должно быть динамично, когда ты контролируешь мяч. Пока у Кастана этого нет, и от этого и моментов нет. По большому счету. Что там? Нургалеев пробил. Тарас превзошел в моментах, но они играли в любимую Никитенко вариант второго номера, в контратаку, где, я считаю, что продуктивно сыграли, правда, не забили. Серж, Сулей и Силова. Силова выделялся, конечно, мне понравился. Моментов было больше, должны были обыграть эту ику. В этом матче Тарас заслуживал победу. А вообще, в принципе, впечатление от Таразова у вас такое. Команда рекордсмен по количеству ничейных результатов в чемпионате. Это о чем-то говорит? Ну, говорит о том, что все матчи-то я опять не видел. Ну, вот Рекордсмен пока, как бы так сказать, по ничьим. А вчерашняя игра выигрышная. Вот так, наверное, не хватает чуть-чуть исполнительского мастерства. А то, что они играют от печки, это кредо Никитенко. Он не любил никогда играть первым номером. Он даже с хорошим составом пытался хитрить, уходить ниже, чтобы получить пространство. Опять же, повторяю, что позиционная атака – это вот самое сложное, что есть в работе тренера. Второй день, там, где играли два главных претендента на чемпионство, шестикратный и нынешний лидер. Ну, первая игра была Огжетпеса и Кайрата. Я сначала спрошу вас о команде Андрея Карповича. Вот вместе с Кизужаром они являются также лидерами по количеству заявленных легионеров. 14 человек в составе легионеров, при том, что теперь у нас… Круто, у нас только 5 было в свое время. Я просил, добавьте еще 2, мы в Европе хоть могли бы отличиться, а то 5 это… Сейчас время пришло 8-14, можно конкурировать. Тогда было сложно. Это благодаря правилу, да, Евразийско-экономического союза. Да-да-да. Теперь могут играть футболисты и не считаться легионерами. Ну, про Огжетпес. Три стандарта, три ударов, створ, три гола. А еще что можно сказать про игру команды из Токшитала? Ну вот, если бы мне вчера сказали, кто лидер, а кто аутсайдер, переодень майками, я вообще бы не сказал. То есть, абсолютно одинаковые команды играли. Это заслуга, наверное, Огжетпеса, который вышел как на последний бой. И не просто сел там что-то, они пытались везде цепляться. И вверху, и во втором блоке в зоне встречного отбора. И, значит, внизу, то есть, они бились как львы. Я должен сказать, что обе команды не заморачивались контролем мяча. Они вообще об этом не думали. Они построили игру на переходах. То есть, быстрый переход с обороны. То есть, отняли вперед и наоборот. В этом матче превалировали длинные передачи. А защитники, как правило, к этому были, в общем-то, готовы. И поэтому, в общем-то, значит, как-то сказать, голы забили. Огромная заслуга Карповича, что он большое внимание уделяет, видимо, стандартам. Там и аут бросили, и переброс, и гол. То есть, и очень хорошие подачи. А Кайрат, в общем-то, забил, значит, опять же, стандарт великолепно исполненный. А дальше Вагнер Лаф. Я так утрированно говорю, но вот этот второй мяч, который они забили, Аймбетов, там длинный на Вагнера, он попадает в голову Аймбетов. Все поле прошли через три передачи. Наверное, это, может быть, сейчас визитная карточка. Я просто не привык к этому Кайрату, который все время, в общем-то, проповедовал философию контроля. Вот, поэтому Карпович неплохо выстроил игру, очень неплохо настроил. Они понимали, что Кайрат хорош в верхнем прессинге, они не разыгрывали от ворот, они его выносили, навязывали борьбу и сумели это сделать. И я считаю, что возможно, возможно, какая-то недонастройка была Кайрата на этот матч. А возможно, просто это заслуга, что ничего у Кайрата не получилось, несмотря на обилие, я имею в виду в плане игры, зрелищности, именно от того сочетания, когда команда умеет и поддержать, и на пространстве сыграть, уйти в контратаку, разнообразить игру. Обе команды построили игру, еще раз повторю, на быстрых переходах. Отнял вперед, потерял назад. Вот обе так играли. Борьба на каждом участке поля, не без ошибок, конечно, особенно вот на стандартах большое количество ошибок, зевали такие моменты. Но если бы включил и не знал, что это Кайрата и Акджетпес, не скажешь, что это лидер с большим отрывом. Не сказал бы. Возможно, нет оценка. Вы уже сказали пару слов про команду Алексея Шпилевского. Что вы еще увидели с точки зрения его тренерской работы? Какую команду он строит? Какой футбол? Мы все тут говорим о том, что это вертикальный прессинг, агрессивный футбол, быстрый навал на старте матча. Может быть, вы еще что-то расскажете нам, что мы не замечаем? Я то же самое заметил. Он делает ставку на разрушение игры, прежде всего, соперник. Это верхний прессинг. Навести Шорок здесь, не дать развернуться сопернику, тут же его наказать. Вот это первое, что у него стоит. Он пытается команду выстроить, чтобы она играла на высоких скоростях. Но с одной стороны это хорошо, а с другой стороны просто технически не все под эту игру могут подойти. Это однозначно. И третье – это агрессия, постоянная агрессия. Это длинные за спину нагнетания, подборы, вторая волна атаки. То есть он вот в этом плане строит игру. Думаю, что он абсолютно, как бы, ну, по моему мнению, то, что я один матч видел, но мне еще довелось на сборах видел, он не упирается в контроль мяча. Именно вот в эту игру в быстрых переходах и в верхнем прессинге. Но, опять же, если ты строишь команду добротную и способны конкурировать не только в внутреннем чемпионате, выиграют золото, но и на международной арене, необходимо это добавлять. Невозможно играть все время в силовой, в такой интенсивный умение, значит, саблетарить мию, выконтролировать мяч. То есть позиционную атаку тоже надо на какой-то уровень выводить. Это мое мнение. Как вам Вагнер Лав? Ну, Вагнер – это мастер высокого уровня. Тут он это и доказал. И, опять же, по этой игре он гол забил, так сказать, вовремя подставив там с касанием. Били поворотом, он подсуетился здесь. И великолепно отдал Аббату. Я делаю вывод такой, что он очень серьезно относится ко всем матчам. Опаска же какая. Он прошел то, прошел это и играть в полноги. Но по этому матчу я бы не сказал. Старается и выделяется. Хотя выделиться в этом матче было очень сложно. Он все-таки сделал свое дело. И гол забил и отдал. Поэтому это мастер. Это мастер. Большой мастер. До сорока реально играть нынче? Ну, а почему нет? А ему сколько уже? Лид шесть? Ну, все, как говорится, в руках божьих. Будет здоровье. Опыт всегда на пользу. Все возможно. Были такие случаи. Играли до сорока. Благодаря этому результату Астана смогла поближе подобраться к Кайрату. Сократить до четырех очков отставания. Уверенная победа по счету 3-0 над ЖТСУ Толдыкурганским. И, в принципе, если глянуть на статистику, у Толдыкурганского ЖТСУ нет ни одного удара. Свор ворот Астаны. Но там на последних минутах был удар в штангу. И, в принципе, они должны были... Да, 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 головой, да, головой. Был престижа, могли забивать. Но, в принципе, я думаю, вопрос о победителе не стоял, да? Да, вопрос о победителе не стоял. Потому что мне показалось, что ЖТСУ вообще играл очень робко. Как бы вот авторитет на него так давил. Ну, они не проявили никаких своих качеств, хотя потенциал, мне кажется, у команды есть. Но слишком робко, значит, Астана, да, она взяла в пол-контроль мяч. Вот. И разумно его двигало. В общем-то, конечно, это не те годы, когда они это делали еще быстрее. Вот. Когда это у Масси впереди были эти знаменитые по диагонали с одного фланга на другой. Это и большее количество проникающих передач от Маевского. Ну, были игроки, конечно. Вот. Непосредственно в штрафную. Тем не менее, они будут добавлять, мне кажется, в этом компоненте. Вот. Наберет форму Томасов. Потому что именно в этой игре, где, значит, при насыщенной обороне, а Тарас играл в пять, и, в общем-то, достаточно неплохо, неплохо. Эпизодами получалось, но Астана выручили стандарты. И была угроза Барсигян. Он практически индивидуально, то, что должны делать и другие, в какой-то степени, да, он не боялся идти, обострял, и от него шла большая угроза. Вроде бы все правильно Астана делает. Чуть быстрее, наверное, раньше они это делали, и, наверное, они к этому придут еще. И, безусловно, остроты из линии полузащиты именно в штрафную больше проникающих передач. Никаких сомнений в результате не возникало, потому что, забив второй, вообще Астана стала играть по счету. Назад отошли, где-то попытались контратаку сыграть. Мне кажется, что, выходя с лидером, надо отбрасывать вот этот внутренний, против кого ты играешь, там авторитеты, не авторитеты, они из-за того же теста. Играть более дерзко, более дерзко, что у ЖТСу не получилось в этом матче. Знаю Огайо, он не признает авторитетов. Ну, что-то, наверное, у игроков произошло, и они играли с опаской. Постоянная опаска, они ничего не навязали, даже не попытались навязать Астане. Жарко Тамашевич, вот были споры о том, стоило ли приглашать игрока, постоянно травмированный, нет его периодически в составе. И, соответственно, это сказывается на уровне его игры, когда он все-таки выходит на поле. Вчера у него такой был бенефис с четырьмя ударами по воротам ЖТСу, с двумя руками. Он лучший игрок тура, среди всех команд у него самый лучший инстат. Вы про него скажите пару слов, любопытно ваше мнение. А мне сложно сказать про него какие-то слова. Во-первых, он защитник, правильно? Нагрузки на него не было никакой. А то, что он сыграл впереди на стандартах, великолепно. Просто великолепно. Оказывается, он еще забил в предыдущем туре. То, что касается по вчерашним стандартам, великолепно. То, что касается прямых функций, не было даже возможности проверить, что к чему. То есть нагрузки на него не было никакой. Поэтому, конечно, я характеристику сдержусь какую-то давать. Будет видно в матчах против более сильного соперника? Да, да, да. Будет видно в матчах, где соперник будет навязывать какую-то игру. В Астане тогда будет видно хоть его прямые профессиональные качества, как игрока обороны. Про Киприота Пьероса Сатирио вы увидели, что этот дорогой крутой форвард за полтора миллиона евро? Ну, по моему понятию, конечно, ждал большего. Хотя, мне кажется, где-то он играет процентов максимум на 50-70 от того, что может. Вот потенциал, безусловно, есть. Видно по уверенности, возможно, самоуверенности. Вот этот пас, который он отдавал, они вышли втроем, он мог сам решать. Он еще там... То есть играет как бы... Возможно, здесь как бы ему добавилось... Добавить бы ответственности за свои действия. Повысить свой индивидуальный счет там голами. Потенциал есть, видно потенциал. И технически оснащен. И вроде бы поле видит, неплохая скорость, немедленная. Но, видимо, не в самом лучшем своем состоянии. А про деньги я никогда не говорю. Смысла нет. Дальше у нас 12-й тур. А потом перенесенный матч между Кайратом и Астаной. С учетом того, что Кайрат и Астана между собой в этом сезоне еще не играли. Можно говорить о том, что в чемпионской гонке вообще ничего не ясно? Я думаю, да. Еще ничего не ясно. И если, в общем-то, Кайрат в некоторых компонентах не добавит, то не совсем и просто ему будет выиграть. Тем более, как я понимаю, все-таки Астана чуть-чуть улучшает игру. Я просто так мнение послушал. Улучшает игру по сравнению с тем, что была. Поэтому в чемпионской гонке ничего не ясно. Астана может попасть в капкан того, что очень хорошо делает Кайрат. Это прессинг, это развал игры с самого начала соперника. Вот здесь кто кого. Мне бы сказал, я при возможности обязательно посмотрю этот матч. Ставочку дайте нам, пожалуйста. Какой счет будет 4 октября? Никогда, думаю, я никогда прогнозами не занимался. Как всегда это было, допустим, называл какой-то прогноз, случалось время наоборот. Даже несмотря на то, что эта команда предпочтительнее и выглядит сильнее, а счет наоборот. Поэтому я думаю, что интересный матч будет. У Кайрата есть определенный запас. Астане это надо будет постараться именно выиграть. Именно выиграть. Вот здесь и кроется очень много нюансов, о которых я сказал. Кайрат может этим воспользоваться. Желанием выиграть соперника, где-то перехлестывание на атаку. Но тут возможно тактически определенные капканы выстроить против них. Последний вопрос, Владимир Васильевич. За то время, которое вы не наблюдали чемпионат Казахстана, вообще что у нас здесь происходит, что вы увидели в 11-м туре? Есть ли какие-то подвижки, изменения, что-то в лучшую сторону, в худшую? Что обратило на себя ваше внимание, так скажем? Ну, если честно, конечно, вот полтора года назад мне показалось, что уровень был сильнее. Да не показалось. Астана была сильнее однозначно. Кайрат был сильнее по игре. Мое мнение, вот то, что я видел. Но это же один тур, ни о чем не говорит. Я просто говорю мнение о конкретном туре. Вот по этому туру мне показалось, что уровень чуть-чуть присел. Но я могу ошибаться. На основании одного тура такие глобальные выводы не делать. Вы спросили мое мнение об этом туре. Я именно о нем и говорю. Ну, вот таким, друзья, получился 11-й тур. И первый круг чемпионата Казахстана. Тихий сапой мы уже приблизились к экватору. И далее, я думаю, будет только интересно. Два главных матча. Кайрат-Астана и Астана-Кайрат у нас еще впереди. Все это будет, конечно же, на канале Sports True. Подпишитесь, поставьте лайк под этим видео. И не забудьте оставить хотя бы короткий комментарий. Завтра я обещаю вам публикацию интервью с лучшим на данный момент бомбардиром КПЛ, Жоао Пауэлла из Ротбасы. И вот вам небольшая затравочка. Скоро увидимся. У меня осталось несколько вопросов, но очень важных. Что произошло в Лиге Европы? Вообще, на самом деле, год очень такой непонятный, 2020 год. Очень все так было изменено. И подготовка была вся, по-другому сложилась. Если пройдет непосредственно наш матч с ними, то в самом начале матча, если вы помните, было нарушение на мне. По идее, должно быть и удаление. Но, по-моему, правило сказать, что нельзя дважды наказывать. Вот если бы было удаление, то, может быть, играть с вами по-другому. Не было, наверное, удачи, много моментов не реализовали. Я думаю, что если бы было более справедливым, был бы, наверное, другой результат, учитывать те возможности, которые у нас были. Та ночь была очень, для меня, тяжелая, ужасная. Я ночью не спал после этой игры. Тяжело превеносил этот матч. Но я думаю, что справедливым был бы, наверное, другой результат, потому что мы, наверное, подвели преимущество. Продолжение следует...